МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово предоставить главе города Чебакова Леонидовича. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, в соответствии с статьей 52 устава городского округа, глава города ежедневно, ежегодно обязан представлять городской доме отчет о результатах своей деятельности, а также решения вопросов, поставленных городской думе. С полным текстом отчета, уважаемые депутаты, вы смогли ознакомиться с заблаговременно. Представлялся он мной лично во всех профильных комитетах городской думы в мае месяце. На все вопросы, которые возникали у депутатов, в ходе обсуждения давались ответы. Вопросов, поставленных городской думе, главе города в 2013 году не было. Несмотря на уже настоящее обсуждение этого отчета, считаю правильным сегодня, на заседании огласить основные тенденции отчетов. Первой очередной задачей, как глава города, считал объединение всех конструктивно настроенных политических сил, партий, домских фракций, общественных объединений и всей общественности для того, чтобы наш город продолжил свое развитие, чтобы бесперебойно действовали все административно-хозяйственные механизмы, механизмы гражданского общества, чтобы представительные и исполнительные ветви власти города объединенными усилиями находили и претворяли в жизни решения по всем проблемным вопросам, имеющим важные значения для гражданского и, в первую очередь, для его жителей. Деятельность главы города, городской думы, администрации города должна быть направлена на достижение главной цели и повышение уровня качества жизни граждан, повышение эффективности функционирования всех предприятий и объектов, как основу увеличения бюджетных и небюджетных доходов. Как глава города в прошедшем году сосредоточил свои усилия на задачах двух направлений. Первое. Сохранение социальной направленности бюджета. Надо отметить, что это нам удалось. Удельный вес расходов на социальную сферу в 2013 году составил 63% от всех расходов бюджета. Второе. Сосредоточение усилий власти и бизнеса по благоустройству городской среды, а также поиск механизмов совершенствования работы сферы ЖКХ, взаимодействия, повышение качеств представляемых услуг. Уже в том, что именно эти темы, например, определяют качество жизни населения города. Наряду с этим в 2013 году мои усилия были направлены на осуществление депутатского общественного контроля за исполнением органов местного управления и возрастными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, за реализацией муниципальных программ и планов. Организацию взаимодействия с общественными структурами, политическими, национальными, конфисциальными, гражданскими и другими. Властными структурами, законодательным собранием области, правительством, подразделением государственных органов власти, Международными партнерами и городами-пропротивами мы рассматривали городские проблемы на заседании Городской Думы, постоянных комитетов, временных комиссий и рабочих групп. Важным инструментом работы стали проводимые совместно с депутатами Городской Думы и руководителем структурных подразделений администрации города совещания. По весу этих совещаний определяли актуальные живут и пешущие вопросы, которые было необходимо решать. Вырабатывать алгоритмы эффективных действий всех веков и власти и принимать решения. Контроль за исполнением принятых решений и поручений, помощь в организации и в исполнении должностным лицам, муниципальным предприятиям, администрации и в целом становились мною в углового угла. Помимо названного мною в рамках представленных полномочий проводилась и такая работа, как подготовка и ведение участия в заседаниях совещательных коллекциональных органов, в том числе созданных при главе города общественный совет, совет по взаимодействию с религиозными объединениями, национальными диаспорами и другие. Участие в работе комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС, антицеррористической и других. Личные объезды городских территорий, анализ проверок контрольной счетной палаты Городской Думы, личные приемы граждан. За счетный период, но и как глава города, было продено 16 приемов, на которых рассмотрели более 400 обращений. Осуществление представительских функций на городском и областном и международном уровне. Отмечу штрихом эту функцию главы города в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами, организацией граждан, достижений в сфере экономики, социальной сферы, отдельных спорта и культуры. В 2013 году было подготовлено и вручено организациям и гражданам более 180 наград. Главы города Городской Думы, почетных грамот, дипломы, благодарственных писем, ценных подарков. Приведу еще несколько цифр за 2013 год. Под моим председательством были проведены все без исключения 13 заседаний Думы, в рамках которых были приняты 203 решения, 97 протворческой инициативы депутатов, остальные администрации города. Пройдено 5 заседаний антитаристической комиссии. Всего за отчетный период приняло участие в 229 совещаниях и рабочих встречах по различным вопросам жизнедеятельности города, в том числе и в 8 заседаниях промышленных объединений Дзержинским регионом, клуб промышленников. В основном диалоги были выстроены укрепления взаимодействия органов местного самоуправления с промышленными предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса. С одной стороны, в целях оказания помощи в решении экономических задач этих предприятий, повышении уровня налоговой базы и налоговых отчислений, улучшении условий труда работников, повышении заработной платы. С другой стороны, в целях вовлечения активного участия предприятий в решении городских проблем. В соответствии с полномочиями, определенным уставом городского округа зачетного проекта, мною было подписано 133 постановления, связанных с самыми разнообразными общественно значимыми вопросами. Все это текущая работа привело к определенным результатам. Среди итогов деятельности хочу выделить принятие ряда документов, имеющих важнейшие значения для достижения города вперед. Это бюджет на 2013 и плановый период 2014-2015 годов, изменение в положении в бюджетном процессе, генеральный план правил благоустройства санитарного содержания городского округа. И, как бы неспорно звучало, важно принятые документы это внесение изменений в устав в город, благодаря которому удалось в большей степени консолидировать общественность города и направить усилия всех здоровых сил на созидательный процесс. Приняты меры по укреплению безопасности граждан, что, безусловно, является важнейшим показателем стабильности города. Итоги работы в МВД рассматривались на заседании городской думы, отмечены позитивной динамикой многих основных показателей. Количество преступлений в городе уменьшилось на 22%, в том числе совершенных на улицах на 21%. Данные показатели доказывают правильную всемирную поддержку депутатским корпусам администрации города, правоохранительных органов, общественных образований, которые, я уверен, мы все будем осуществлять и дальше. В рамках разработки городской антитиристической комиссии приняты дополнительные меры по антитиристической защищенности и потенциально опасных объектов, экономики объектов на транспорте, объектов с массовым пребыванием людей, жилого фонда, в том числе и с участием домоуправляющих компаний. В частности, установлена система видеонаблюдения усиления и усиления физического охрана городского автовокзала. В результате мероприятий по пожарной безопасности сформировано необходимое количество добровольных пожарных команд для населенных пунктов. В этой связи не могу не отметить, что положительные результаты этой работы мы видим наглядные сейчас, когда возникла тяжелая пожарная ситуация вокруг города. В целях поддержки отдельных категорий граждан в городе запущен социальный проект «Забота». Его участниками стали более 15 тысяч гаража, которые получили возможность по льготным ценам приобретать продукты питания, промтовары, лекарства, получать бытовые услуги. Выделены бюджетные средства на реставрацию мемориалов славы воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны и надеясь, что в будущем, в следующем году, к 70-летию, у нас все памятники будут содержаться надлежащими состояниями. При формировании бюджета на 2013 год были учтены и реализованы серьезные проекты по благоустройству территории города. Приведены в порядок 118 дворовых территорий, отремонтированы 50 внутридворовых проездов, затраты в общей сложности составить более 100 миллионов рублей, из которых 50 городских, 50 областных. Отремонтированы многие дороги, полностью приведены в порядок бульвары Мира Победы, появился новый асфальт на проспекте Ленина, доделаны Северное шоссе. В рамках средств, выделенных на каждую избирательную округу по заявкам депутатам, установлены оборудованные детские спортивные площадки на территории 74-х дворов и многое другое. Была создана активная работа локомичная по поверке обоснованности начисления платы за электроэнергию на АДН. Эту работу мы не прекращали. В отчетном периоде под моим постоянным контролем были вопросы по проведению паспортизации объектов социально-транспортно-инженерной инфраструктуры, взаимодействия граждан, управляющих организаций, готовность образовательных учреждений к новому учебному сезону, подготовка города к отопительному сезону, ликвидации накопленных в логическом учебном. Вывод следующий. 2013 год был прожит в стабильной обстановке и без потрясений все обязательства перед горожанами и местными властями выполнены в полном объеме. Уважаемые депутаты, отдельно хочу подчеркнуть, что достигнутые наши результаты возможно были только путем взаимодействия депутатского корпуса администрации города широкой поддержки общественности. При наличии разных мнений в путях развития города отчетливо сознаю, что в основе действий народных избранников, сотрудников администрации, благо жителей нашего города. Благодарю всех депутатов, работников администрации, предприятий за большую работу в 2013 году. В текущем году органами местной власти, в том числе и Петловой города, стоят серьезные задачи. Будет продолжена работа по благоустройству города, создание безборядной среды для инвалидов. Необходимо принять ряд нормативных документов в градостроительной сфере, чтобы упорядочить застройку города, определиться с характером развития жилищного строительства, контролировать работу по ликвидации накопленного экологического ущерба и другие. Помимо этого важнейшим считаю продолжение работы по обеспечению безопасности населения. Для этого необходимо продолжать оснащение улиц, видеокамеры, систем, поток, безопасный город, проводить дополнительные мероприятия по пожарной безопасности. Все это будет отражено разрабатывами стратегии развития города и осуществлено через целевые ведомственные программы. Считаю, что программа, целевой метод управления наиболее перспективный, отвечающий духу времени и наиболее подвержен влиянию страны различных сил. В заключении отмечу, что всегда открыт для конструктивного диалога обсуждение любых предложений по решению всех вопросов, городских проблем, эффективного развития города. Уверен, что дальнейшие совместные взаимодействия местных властей – залог эффективной работы, качественных результатов деятельности и конечной стабильности и позитивного развития нашего города. Спасибо за внимание. В целом, это проект решения. Решение принято. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще раз хотел бы поблагодарить всех за доверие. Работает непочатый край. Жители города ждут от нас качество, качественных результатов работы представительства полмитра. Все для этого в нас имеется. Поэтому при взаимодействии, при решении вопросов, касающихся жизнедеятельности города, мы многие проблемы уроношли. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова